Здравствуйте! Вы сейчас вернулись с ретрита со Светланой. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов? Почему Вы вообще поехали на этот ретрит? Что для себя хотели? Как долго принимали решения? Какие вообще были предпосылки для того, чтобы туда поехать? Мы со Светланой знакомы еще с тех пор, когда она праздновала свои 9 месяцев неедения, полной автономии. Мне очень интересно она, потому что у нее есть то, что очень важно для меня. Поэтому я на каждый ретрит пытаюсь к ней приехать. Не всегда получается, но вот в этот раз вышло очень даже хорошо. Очень даже легло, не только мне. Ну и, собственно, в следующий ретрит я тоже буду стараться быть рядом со Светланой. А почему именно к Светлане? Ведь сейчас очень много таких людей, которые не едят, которые на автономном питании. Почему именно выбрали Светлану? Светлану, потому что она действительно тот человек, который действительно не ест, который действительно на полной автономии, и тот человек, который отдает и делится тем, что есть у нее. Ничего не скрывая, не утаивая, не затирая, а дает... Обычно люди едут к ней с каким-то запросом, а она дает города больше, чем у человека есть вопросов. С какими ожиданиями ехали, оправдались ли они? Ехала без ожиданий, ехала как получится, ехала как будет, так и пусть будет. Вернулась, скажем так, с отработанными некоторыми моими затыками, причем для меня это феерично, для меня это очень, очень ценно и очень дорого. Чтобы получить то, что я получила на ретрите Светланы, мне бы пришлось очень, очень долго работать, очень много работать над собой, а с ней это легко и просто. Что вам было важно, полезно, интересно в процессе ретрита? Что больше всего понравилось? Понравилось много чего. Мне, в принципе, все нравится. И как организован день, ночь, все легко и просто, все естественно, все как будто бы не запланировано, а вот как хочется, так и происходит. А что было хуже или лучше, чем вы ожидали? Хуже или лучше, чем я ожидала? Ну, я ожидала одного, получилось все лучше. Что хуже, сейчас вот перебираю. Хуже, чем мои ожидания там были, ничего не случилось такого. А есть что-то, что мне понравилось? Да, есть. Я в море зашла только по колено, а хотела бы полностью. Вода очень холодная, а я вообще не люблю холодную воду. Ну, зашла по колено, хотя бы уже плюс. А какой ваш главный результат, что получилось? Я бы не хотела озвучивать мой результат, потому что для меня это многолетняя работа над собой. Вот. И Светлана ее решила за один разбор практически. Вот. Относительно меня разбор был не один, поэтому у меня еще все в процессе. все еще догоняет все вкусности, которые я получила на ретрите. Какие были новые инсайты, озарения? Вот. Новых инсайтов. Конечно, если я решила какую-то задачу, я уже смотрю на мир другими глазами. Вот. Я решила не одну задачу за этот ретрит. Поэтому инсайтов озарения у меня предостаточно, пока я еще... Пока прошло очень мало времени, и я еще в них разбираюсь, я еще наблюдаю за собой. Поэтому не буду пока говорить о них. Ну, и, собственно, я так думаю, что каждый должен про свои инсайты про себя знать. А что бы вы хотели улучшить на следующем ретрите? Что бы я хотела улучшить на следующем ретрите? Я хотела бы, чтобы все было так же, как и в этот раз. А как считаете, почему важно, ну, или, может, не важно, приезжать на ретрит к Светлане? Думаю, что это очень важно, потому что если бы у нас, ну, вот, у людей было бы все хорошо, мы бы были с открытыми душами, сердцами, мы бы не искали себя, не искали бы чего-то еще в этой жизни. Светлана, она прям такой проводник, она лакмусовая бумага, она помощник каждой душе, то есть с ней легко и просто отработать все в этой жизни, получить божественное, открыть свое божественное начало. И это самый короткий путь к себе. Что посоветуете тем, кто сейчас принимает решение поехать на следующий ретрит или не поехать? Ну, я посоветую дома сидеть, потому что народу это много, и хотелось бы поменьше, наверное. Наверное, когда народу, ну, людей мало, тогда проще каждому человеку. Вот я получила в разы больше, да, чем если бы было много человек, потому что я там заявляла о себе, я просила себя, а если бы было там человек 500, то тогда на меня бы ушло гораздо меньше времени и энергии у Светы, потому что она маленькая, хрупкая, красивая женщина. Благодарю вас за ответы.